Здравствуйте! Сегодня я хотел бы рассказать, как очень быстро можно сканировать имплантовскую коронку. Давайте возьмем нашего пациента тест. И мы добавим кейс. В данном случае мы будем делать мути-лайерскую аббатмент. Этот зуб номер 30 и по европейской системе зуб 4.6. Вы видите, внизу выходит бар с красными полосками. И пока мы не заполним всю эту красную информацию, эти красные полоски не перейдут в зеленые. И мы не сможем перейти на другую степень. В данном случае мы будем использовать tie-base. На chair-side, потому что сейчас мы краски используем, в дефолт всегда будет scan-post. tie-base всегда будет дефолт в in-lab. Потому что лаборатория использует больше всего на tie-base. Это очень будет важно для того, чтобы вы правильно отметили, какую сканирующую систему вы используете. Потому что если вы по случайности оставили scan-post, но вы делаете на tie-base, ваша коронка будет очень длинная, то есть реставрация, и вы не поймете, в чем же проблема. Поэтому очень важно определить на эту мелочь. В данном случае мы будем использовать биохорайзинский имплант. И мы знаем, что биохорайзин, мисс и зиммер имеют одни и те же ютубицы, которые мы можем использовать. В данном случае мы используем имплант 4.5. И вы видите, что, когда я отмечу, какой наш имплант, красная полоска перейдет на зеленую. Посмотрите, пожалуйста. И вы видите. Значит, в следующем мы, конечно, отмечаем, какой милый машин будем использовать. Конечно, мы не будем сегодня милать. Структуру мы будем сегодня использовать все с EMAX. Поэтому мы отмечаем iVaclara. И такой же у нас будет фреймворк, то, что будет сделано все с iVaclara. После того, как мы отметили, вы видите, что мы переходим на другую ступень, где мы будем сканировать. И когда мы будем сканировать, вы знаете, что если мы делаем на нижней челюсти, нам нужно добавить каталог. Это будет Ginger Mask, значит, который у нас будет, значит, будет lower. Значит, мы будем, начнем сканировать нашу модель. Видите, я делаю по линии, но моя камера идет и щечная, и лингвальная. Что у нас тогда происходит, что Interproximal Area, вот видите, да, вот этих соседних зубов наших, так, не пристимаются нормально. Что же в данном случае я делаю? Я ставлю камеру на маляровский зуб. Ставлю, значит, кончик камеры, также оставляясь на жевательной поверхности, приподнимаю саму, значит, тело камеры, так, и проснимаю, значит, опять же, дистальную поверхность этого премоляра. Если бы я бы делал бы, у меня недостаточно было информации на медиальной поверхности маляра, я бы поставил бы камеру, опять, на премоляр, приподнял бы носик, и это помогло бы мне просканировать наш маляр. Посмотрите, как я это делаю. Я, видите, спокойно приподнимаю. И моя информация, которая мне нужна была, заполнена. Что же я делаю и дальше? Я перевожу каталог, который у меня находится на Digital Mask, и перехожу на ту челюсть, которая является у нас рабочей, это нижняя челюсть. Видите, вопрос возникает такой. Нам нужно сделать или копию, или подвинуть эту, значит, Jingle Mask Lover, которую у нас. Мы, конечно, сделаем копию. Вы видите, что появилась копия, и мы знаем, что у нас модели идентичны, и мы должны будем дождаться, чтобы, видите, software работает для того, чтобы определить, идентичны эти модели или нет. Видите, что появился гранича, который здесь находится. Что же мы делаем дальше? Значит, мы можем просканировать, конечно, верхнюю челюсть. В данном случае мы нажимаем Spacebar для того, чтобы активировать камеру, и мы начинаем сканировать. Необязательно сканировать полностью язычную сторону верхней челюсти. В данном случае, что я делаю? Я теперь сканирую Buckle. Вы помните, да? Я делаю вверх, вниз, и делаю сюда. То есть получился знак плюс. Следующий этап. Я поставлю теперь TieBase для того, чтобы досканировать нижнюю челюсть. То есть, если вы помните, что мы досканировали сначала с TieBase, а потом мы вырезали. В данном случае вырезать ничего не надо будет. Надо просто досканировать. И это очень легко делается. Опять я активировал камеру. Видите, я просто досканирую модели, которые, скажем, мы с вами использовали. Будет очень важно для того, чтобы вы просканировали TieBase почти полностью. для того, чтобы у вас не было таких вот, видите, полосочек и недостаточно поверхности. Видите, что после досканирования у меня, опять же, идентична моя модель. Видите, так же мы и сэкономили время. Значит, что же возможно быть, если вы не досканировали до конца ваш TieBase? Получится так, что когда вы в процессе фабрикации, вашей ресторации, вы не увидите TieBase. То есть, информация, которая, значит, программа не увидела, что есть достаточной информации и думает, что это TieBase не существует. И поэтому вы увидите, что это место пустое. Поэтому, что вам нужно будет сделать? Вам нужно будет вернуться в сканирующую, опять же, значит, Adquisition System так и опять же досканировать эту недостаточную площадь, которая была недосканирована. Вот это вот.